дамы и господа всем привет снова александр с вами и сегодня я вам расскажу о очень интересной крутой необычной колясочки от компании pump rider connect версии 2 первую версию я уже снимал обзор принципе это было не так уж и давно на моем канале есть обзор если интересно можете посмотреть но сегодня смотрим вторую версию это у нас обновление двадцатого года и почему я так вот хвалебно не сказал крутая там все такое да потому что connect название не просто так эта колясочка может скажем так и закрыть вопрос людей кто хочет там путешествовать с детьми и вот у вас близнецы например родились да круто я поздравляю отлично ну как возить детей вот в путешествие например вот уже там полгода ребенку есть детям и соответственно вам же вам же не хочется брать с собой здоровой коляски тут неповоротливый то что кошмар просто и вы там с женой например вдвоем летите в четвером имеется ввиду имею ввиду только муж и жена и двое детей летите и соответственно как в чем катать детей берете покупайте два таких варианта в комплекте идет на специальный коннектор и вы соединяете эти две колясочки в одну она настолько жестко фиксируется она становится как одно целое она поэтому коннекты называется и вы можете катая одну катаются обе они настолько монолитно скрепляются что достаточно за одну держать не нужно за обе прямые там катать и все вопрос закрыт и спокойно катаете один человек двоих детей вдвоем женой идете например или там наоборот не хотите вместе можно разъединить и каждый идет отдельно с ребенком 11 одним другой с другим ну в общем я к тому что это уникальное предложение на рынке я не знаю может быть есть еще такие варианты но я чего-то не припомню но даже если не рассматривать эту коляску как именно для двоих детей для близнецов тех же она и самобытно абсолютно она очень хорошая качественная колясочка даже если ее брать просто для одного ребенка коннекта просто дает вам возможность объединить дверь катать близнецов ну собственно изучим ее с вами давайте в двух словах технические характеристики она была такая не очень сильно прям сильно легкая на 9 килограмм весит имейте в виду наклон кстати диапазон наклона спинки 115 175 но 175 самый важный момент хорошо ровно лежит из 6 месяцев до 3 лет ширина кстати колесная база не превышает 50 сантиметров и в любую щель заедете и которую бы опцию бы они доработали не опция характеристику это вот 15 килограмм она выдерживает ребенка на текущий момент многие бренды перестраиваются на 20-22 килограмма но в целом если уж отойти от этих всех вот гонки по весам 15 килограмм за глаза это где-то два с половиной три года ребенку и где-то к тому возрасту а то и старше подбирается вес 15 килограмм если у вас не пухляш вот поэтому это такое вот было бы если то хорошо нет и не надо собственно ручка у нас по высоте не регулируется 186 рост у меня проецируете приблизительно на свой рост как вам будет по мне вот мне большинство колясок ручки подходит по высоте я лично не парюсь но вот здесь прям почти идеально для меня вот угол локтя все здесь прям как надо кстати обивка ручки и бампера здесь резина них положение губка именно резина это нам дает такой такую надежность ручки она не потрескаться не лопнет ничего с ней не случится легко чистить в общем и хват очень уверен она не скользит абсолютно эко-кожа конечно было бы по премиальней но не так практично как резина так козырек вот собственно козырек у нас практически такой как и большинстве ей подобных колясок ну вот например рядом baby's in your ее смотрите да здесь даже немножечко козырек побольше кстати они очень похожи вот соответственно козырек здесь для такой конструкции вполне себе пригодны так давайте посмотрим на сиденье сиденье вот 115 градусов которые мы говорили она достаточно жестко это не натянутый гамачок все четко эти точные ремни и мягкие накладки все хорошо подножечко у нас регулируемая бампер у нас широченный который откидывается как калиточка откидывается так вот откидывается убираете его и можно спокойно посадить ребенка в общем не проблема но по моему можно и с этой стороны тоже так же сделать да точно так же можно сделать соответственно зачет по бамперу тоже прорезинный как я говорил ребенок будет грызть там чего угодно делать с ним все будет хорошо и вот кстати ступенька ребеночку тоже есть полочка для ног так смотрите что касается наклона по спинке сейчас я максимальное положение приведу так немножечко завернулся ремешок ничего сейчас я исправлю так вот собственно смотрите 175 градусов прекрасно задняя стеночка у нас откидывается чтобы проветрить можно было она у нас пристегивается здесь на липучках соответственно зазоры в минимальные если нужно все это прикрыть вдруг осенью выйти глубокой гулять вот 175 градусов и поднимаю подножку и у нас достаточно большое спальное место получается так вернем спинку обратно так смотрите что касается тормозок сразу вам покажу тормоз здесь самый классный сверху нажимаем оба раза не корябаем ничего все четко колеса у нас прорезиненные все хорошо слабое звено этой колясочки это ее багажник ввиду своей конструкции вот он получается такой не сильно практичный доступ к нему вот какой-то такой слабенький самый удобный доступ если поднята подножка спереди ну по большому счету в отпуске но водичка там за салфеточки что-то такое будет там нормально спокойно помещаться с этим проблем не будет вот кстати коннектор и те самые вот и по багажнику ну принципе все понятно амортизация у нас на передней оси есть она задняя оси амортизации нет вот не завезли при обновлении что что есть то есть колеса передней можно блокировать все понятное дело да вот собственно здесь все стандартно давайте посмотрим как она складывается опускаем вот так у нас ручку снизу схватаем за ручку все вот так вот по большому счету все это складывается да единственное что мне вот не очень нравится вот тут не фиксируется вот в этом положении подножка но на самом деле это небольшая проблема потому что вы ее убираете в чехол который в двадцатом году в версии 2 идет в комплекте я имею сумка транспортировочная для хранения она уже идет в комплекте и вот этот момент торчащий напрягать не будет но мне лично просто не нравится когда вот его нельзя жестко зафиксировать это мои придирки ничего страшного кстати зафиксирую и вот тот самый коннектор который соединяет у нас дополнительно две колясочки это спереди вот в этом месте вставляется и также вторую фиксируем и он ее стягивает дополнительно и соответственно она получается как монолитная конструкция в общем в этом плане конечно зачет собственно вот она какая сложную виде ручную кладь она навряд ли пройдет но транспортировочную сумку взяли убрали и утра по отдали никаких проблем нет она очень прочная крепкая и выдержит я думаю издевательства этих грузчиков спокойно из таких слабых мест особо я не наблюдаю поэтому должно быть все хорошо собственно ладно добавить уже мне нечего все что хотел вам рассказать рассказал в двух словах подытожу действительно эта находка для для родителей у которых двое детей лететь отдыхать куда-то ездить и не обременять все здоровенными этими колясками как называть стационарными рядом с домом кататься это просто мега крутая штука и для одного ребенка она тоже вполне себе очень крепкая хорошая колясочка поэтому на нее я обязательно рекомендую обратить внимание цена у нее абсолютно конкурентоспособна дешевле чем оригинальная baby за нее и ну где-то вот в своем классе она сидит где-то чуть дороже где-то чуть дешевле поэтому цена абсолютно конкурентоспособная и качество получаете ну я считаю высочайшая и плюс возможность возить двух детей это прям крутая находка поэтому если обзор был полезен и интересен ставьте свой царский лайк подписочку не забудьте нажать колокольчик чтобы получать уведомления новых обзоров и первой коляске естественно большое спасибо за бомба бомб райдер connect версии 2 и вам хорошего выбора детских колясок для ваших детей до свидания